Привет, друзья, это Жбубульб. Каслинская аномалия – разгадка тайны. Относительно недавно стало известно, что в окрестностях города Касли, кстати, о котором речь идёт в романе Беркема Аль-Атами Мародёр, расположенном в Челябинской области, есть несколько гигантских кругов, которые отлично просматриваются с помощью онлайн-сервиса, позволяющего изучать поверхность Земли с высоты полёта орбитального спутника. Рисунок из четырёх гематрических фигур выделяется среди редколесия и выглядит более чем странно. Два круга из четырёх чётко просматриваются, имея больший диаметр, а другие размером поменьше, уже не так хорошо видны. Концентрическая структура данной формации явно указывает на искусственное происхождение объекта, однако природа его происхождения до сих пор оставалась тайной. Первая мысль, которая пришла в голову – геометрические узоры связаны с историко-археологическим направлением. Концентрическая природа и гигантские размеры могли указывать на остатки древнего города-поселения, остававшегося неизвестным вплоть до наших дней. Формации расположены 20 километров от города Касли. Можно сказать, что находится данный объект буквально на окраине города, в лесном массиве близ озера Куташи. Каждый из кругов состоит из нескольких рядов деревьев. Очевидно, что если лес полностью не заполнил внутреннее пространство фигуры, то деревья росли по некой поверхности, находящейся на небольшой возмышленности над землей. Так что природная версия образования концентрической системы валов была отвергнута сразу же. Очевидно, что рисунок имел искусственное происхождение, что породило несколько версий о его происхождении. Изначально центральное место занимало версии об историческом характере происхождения данного объекта. Концентрические круги, очерченные четким конкуром, а также гигантские размеры объекта могли показать на первый взгляд останками отстоявшего здесь тысячелетия назад городище. К тому же в окрестностях Каслии учеными было обнаружено множество других археологических объектов, в том числе и древние городища, относившиеся к китульской культуре. Впрочем, скоро данная версия потеряла свою актуальность. Дело в том, что исследуемый объект слишком высоко поднимался над уровнем земной поверхности. Если бы речь шла об историческом памятнике, например, древнем городище, то поверхность земли была бы фактически неотличима от окружающей местности. В районе, где произрастает лесной массив, подобные находки с помощью космоснимков сделать фактически невозможно. Другое дело степи, там все очевидно, и весь рельеф как на ладони. Аналогичным образом с помощью аэрофотосъемки в конце 80-х годов прошлого века был открыт известный город Аркаим. Другая версия происхождения аномалий условно называлась военная, то есть подразумевала поиск ответов о природе данного объекта в качестве некой военной локации. Дело в том, что по всему внешнему виду круги напоминали позицию дислокации ракетного дивизиона ПВО. Подобные объекты повсеместно встречаются на территории нашей страны и в наши дни, когда любому желающему доступны коспические снимки, все части стали поступать соощрения обнаружения странных концентрических кругов на поверхности Земли. Однако подобные находки также имеют ряд отличительных особенностей, которые не позволяют спутать бывшее расположение ракет ПВО с чем-то другим. К таковым особенностям можно отнести, пожалуй, ключевой фактор внутреннего расположения элементов дивизиона. Все ракеты окапывались индивидуальным бруствером между пусковыми позиций и четкой разручиваемой дороги, а в центре подобного объекта обязательно должен был располагаться радар, установленный на специальной площадке. Достаточно сохранить два снимка, чтобы понять, что аномалия не имеет никакого отношения к месту базирования дивизиона ракет ПВО. Впрочем, несмотря на все версии военного происхождения данного объекта, хоть и была ошибочной, но все же косвенно оказалась близко к истине. В процессе сбора информации о природе данного объекта на страницах нашего сайта была опубликована заметка о планируемом исследовании загадочных кругов. К сообщению мы прикрепили несколько скриншотов с сайта Яндекс.Карта, где были отражены два искомых объекта. Спустя несколько дней после публикации по электронной почве пришло письмо, в которое некий радиолюбитель из Екатеринбурга по имени Константин объяснил суть данного объекта. По его словам, так называемая аномалия являлась бывшим испытательным полигоном радиозавода «Радий», расположенного в Каслях, кстати, не так далеко от границы города и загадочных кругов. Как сообщил автор письма, в годы процветания радиозавода данная территория являлась местом, где проводились всевозможные тесты и проверки нового радиооборудования. Дело в том, что радиораппаратура после выпуска и соответствующей настройки в условиях лаборатории нуждало в полевых испытаниях. Без положительных результатов испытаний военная приемка могла не допустить всю партию на выдачу потребителю и отправить в брак десятки, а то и сотни готовых устройств. Нужно отметить, что завод ориентирован в основной в своей части на заказчиков из силовых ведомств и войсковых подразделений, так что продукция у радио весьма специфическая, а также требующая особого контроля качества. Технология проведения испытаний заключалась следующим. По разметке в виде круга с определенным шагом двигался оператор и исключительно вьючное животное или даже автомобиль с подключенным передающим сигнал устройством. И в этом центре испытательной площадки находился специальный прибор, с помощью которого анализировалась вся поступающая информация от передатчика. Каждый замер приема передачи отмечался специальными отметками внутри секторов круга. Таким образом, при проведении сравнительного анализа испытатели могли локализовать место изменения силы сигнала в конкретном участке полигона и попытаться понять причину сбоя в работе оборудования. Именно поэтому радиополигон имел форму круга для более точного определения расстояния от передатчика до принимающего устройства. Несколько кругов, несколько испытательных площадок, так как в былое время завод работал в весьма напряженном графике. Что же касается насыпи над поверхностью земли, то и тут все предельно просто. Зимой или во время распутницы передвижение по намеченному кругу задача непростая. Так что было решено оборудовать площадку насыпными дорожками для более эффективного проведения испытательных мероприятий. До начала 90-х годов полигон фактически пустовал. Радиотехнические испытания проводились ежедневно, но с началом новой эпохи в истории нашей страны, как и многие промышленные предприятия, завод Тради постиг тяжелый экономический кризис. И от выпуска большей части специальной продукции предприятие было вынуждено отказаться. А так как испытывать было больше нечего, то и полигон был закрыт. С тех пор он постепенно зарастает лесом, и в скоре времени силуэт из загадочных кругов вовсе сольется с окружающей местностью. В этом наша группа убедилась лично, оказавшись в центре самого бывшего полигона. Мы решили посетить уникальный объект и лично увидеть ту самую площадку, которая спустя годы завдений превратилась в Каслинскую аномалию. А на этом все, друзья. Рекомендую вам почитать роман Бергема Аль-Атами под названием «Мародер». Удачи, друзья!